ну что ж дорогие друзья вот мы подошли к заключительной части наших уроков к обработке фотографий любая фотография цифровая подлежит обработки те люди которые говорят что мы photoshop не пользуемся это конечно их право те люди которые говорят мы не приемлем любую обработку фотографии цифровую они не правы изначально потому что любое изображение как только она создается в фотоаппарате она обрабатывается уже самим фотоаппаратом те джипеги маленькие кадрики которые у нас мы видим на экране это то что камера обработала под себя исходя из своих настроек исходя из своих заложенных программ вот но как мы помним мы снимали в формате raw формат raw является цифровым негативом то есть вот здесь как раз таки кадр идет без любой обработки то что мы увидим на мониторе и предварительная обработка формата raw позволяет нам исправить небольшие недочеты исправить какие-то цветовые дела да там вопросы яркости контраста резкости не вмешиваясь в качество изображения то есть все что мы делаем в формате raw это мы делаем как будто бы при съемке поэтому еще раз настоятельно рекомендую фотографировать в формате raw это конечно занимает потом вся съемка гораздо больше места зато качество разительно отличается от того что можно просто увидеть на обычной джипеги ну что ж программ для обработки фотографий существует множество но оптимальный инструмент это все-таки photoshop photoshop есть все необходимое некоторые предпочитают работать с программой lightroom тоже очень хорошая программа тоже продукт компании adobe вот но в lightroom предпочтительнее обрабатывать большие серии фотографии сделаны в каком-то одном месте да то есть при больших объемах и при небольшой коррекции lightroom не заменим но так как мы работаем штучно у нас каждая фотография индивидуально мы будем это все дело делать в photoshop для начала естественно надо выбрать изображение с которым мы будем работать вот compact flash вставляем его в обычный картридер открываем просмотровую программу и находим начало съемки вопрос выбора фотографий для обработки стоит очень остро вопрос выбора это такая же индивидуальная работа как и все остальное фотографию то есть фотографии изначально субъективно то что нравится одному человеку совершенно не означает что понравится другому поэтому ну приходится наверное включать авторитарный режим да если я фотограф если я это снимал то это мое произведение значит выбирать фотографию для обработки буду я первая съемка романтический образ то что у нас все ярко солнечно осталось выбрать где более или менее у нас законченное движение где технически все приборы сработали нормально где попали в резкость где все совпало я думаю так что но вот наверное что то вот из этой серии выберем мы для обработки здесь фигура у нас подтянута положение ног хорошие свет упал хорошо улыбка лучезарная но наверное с нее и начнем открываем raw файл открыть с помощью photoshop сейчас само изображение у нас открывается в предварительной программе которая называется камера raw и мы будем работать с raw форматом ну что визуально мы видим что raw файл от jpeg отличается тем что он немного темный поэтому в инструменте экспозиции экспошура мы чуть-чуть его делаем чуть-чуть делаем светлее самая первая операция все общем меня устраивает то потом мы зайдем вот заголовок lens correction и исправим на те искажения которые дает объектив при съемке то есть вот в профиле мы ставим галочку здесь изображение чуть поменялось ушло гинетирование которое дает любой объектив чуть-чуть подтянулась перспективка и потом заходим в подкатегорию color ставят галочку вот в этом месте поставив галочку здесь мы убираем хроматические аберрации то вот если замечали на фотографиях стоит допустим фигура да и по краю пошла такая там розовая фиолетовая полоса это очень некрасиво это технический брак в джипеге и фотошопе убрать это можно но тяжело и некрасиво то есть используя формат трав и поставив здесь вот вот эту вот простую галочку операция занимает одну секунду мы облегчаем себе работу и не будем потом тратить полчаса как минимум на то чтобы все вот эти вот ненужные аберрации убрать и возвращаемся в общую директорию ну что ж можно чуть-чуть подтянуть контраст чуть-чуть вытащить из теней это бегунок shadows бегунок контраст увеличим немного цифровую резкость аромате clarity не так как это у нас портрет насыщение цвета на я думаю мы трогать не будем здесь и так все хорошо так предварительная обработка у нас завершена нажимаем категорию open image все фотографии у нас открывается в фотошопе но сразу что мы видим здесь глаза бросается до заломанный фон то есть к сожалению бумажные фоны они ломаются к ним я уже говорил относиться надо бережно каждый раз когда модель выходит обутой не забываю чтобы обувь была чистая потому что остаются грязные следы которые тоже потом фотошопе же приходится выщищать это занимает очень много времени поэтому максимально стараться чтобы было чистое и следить за состоянием фона но здесь к сожалению меня уже чуть-чуть фон подгулял поэтому первым делом я исправлю вот эти вот недостатки потому что ну нехорошо это исправлять я буду это дело инструментом клон оставляем здесь по сто процентов вот этих параметрах насыщение и в давлении чуть чуть увеличиваем радиус кисти нажимаем alt выбираем фрагмент которые рядом с испорченной частью изображения и аккуратно проводим переносим неиспорченное изображение на тот фрагмент который был поврежден и в этой ситуации мы делаем то же самое здесь просто кисть можно сделать немного поменьше а изображение используя правивший контур плюс увеличить чтобы коррект не было работать вот и точно также уделяем фрагмент рядом с неповрежденным участком убираем ненужные вещи здесь получается немного грубовато поскольку клон инструмент достаточно жесткий вот сделав вот эту предварительную операцию мы возвращаемся к кистям выбираем spot helping brush тоже делаем очень побольше и уже не нажимая alt просто проводим по местам которые нам хотелось бы выровнять по цвету файл большой поэтому немного надо подождать операции занимает определенное время так ну и вот как мы видим почти следов от наших заломов не осталось нужно наглядно показать то что у нас было это что стало теперь что мы видим все-таки фон у нас намного не ровный получился опять же это из-за того что расстояние помещение небольшое и я не могу полностью усветить фон так как не надо что его надо все-таки немного подровнять делается это очень просто мы берем обычную кисточку она находится вот на панели вот она увеличиваем размер до необходимого в параметрах от 100 процентов оставляем 25 берем альтом выделяем цвет серый который нам нужен и начинаем протирать фон кист работает как самая обыкновенная кисть мы просто закрашиваем те фрагменты которые хотели бы выровнять у нас выравнивается до конца его стерильным делать совершенно не обязательно потому что все-таки нам нужен объем который вот эти вот небольшие неровности на фоне создают вот как то вот примерно вот так вот кисточкой проходим и все нас уже не что от модели не отвлекает что еще можно сделать стандартная операция которую я обычно выполняю и использую фигуру в рост я немного вытягиваю саму фигуру мне не трудно и девушке всегда приятно казаться стране тем более любой объектив он добавляет какое-то количество веса поэтому эта операция лишней не будет сделать это проще простого мы нажимаем комбинацию клавиш control а у нас выделяется все изображение и нажимаем комбинацию клавиш control t то есть весь у нас кадр теперь выделен и для того чтобы чуть-чуть растянуть изображение в данном случае у нас есть место немного снизу вот мышкой беремся по центру левой клавишей нажимаем на мышь и чуть-чуть подтягиваем вниз слишком сильно это делать не надо вот вот примерно вот такого состояния подтягиваем нажимаем enter не возвращаемся к кадрированию все кадр у нас кадрирован больше по композиции мы здесь делать ничего не будем теперь нам надо скорректировать соотношение яркости и контраста слегка можно сделать кадр темнее мы заходим категорию имидж категории инструмента выбираем levels либо так либо мы сочетанием клавиш control l и чуть-чуть двигаем средний бегунок делаем общую картинку темнее и крайний бегунок правый двигаем влево делаем кадр светлее было у нас стало но в принципе в студийной съемке если все сделано хорошо и правильно эти операции сведены к минимуме потому что мы заранее свет выставали все старались это же не зря делали как раз мы делали для того чтобы картинка была более или менее по яркости и контрасту сделано так но теперь что еще можно сделать мы видим небольшие пересветы на лице в принципе они не критичны но можно их исправить опять же мы берем обычную кисточку уменьшаем в размере берем участок выделяем рядом с пересветом альтом выделяем его и кисточкой чуть-чуть проходим чуть-чуть проходим по пересвеченным местам заодно мы убираем дефекты кожи ненужные нам и выравниваем общую картинку по цвету альтом 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 Продолжение следует...